Я обещал поговорить сегодня о сектах, да. Знаете, я предлагаю, чтобы мы успели, ну, потому что в пятницу мы не занимаемся, я предлагаю очень быстренько пройтись еще по некоторым личностям, вот, ну, сразу как бы закончить это дело, эту часть, да. Мы не будем на них очень там сильно останавливаться, так просто некоторые факты, потому что вот уже, можно сказать, с Иоанна Геркана начинаются такие вот не очень, как бы, хорошие, как бы, ну, то есть династия Хосманеев, помните, мы вчера говорили о том, что у них было такое желание освободить народ Израиля, да, освободить Тору, освободить поклонение, чтобы была свобода поклонения, вот. Но уже последующие, все, кто приходили к власти, у них уже было другое желание, власть, вот. И поэтому начинаются разные такие вот междоусобные войны, там, борьба за власть и так далее. Значит, ну, в 104-м году Геркан умер, да, и после него, значит, править стал Аристабул. Это был сын Геркана, и он был поставлен самим отцом. Вот он вообще тут же провозгласил себя царем, то есть если у кого-то были сомнения, кому-то там народ предлагал, да, он быстренько себя провозгласил царем. Кроме этого, он относился очень хорошо к своему старшему брату, которого имя было Антигон, вот, а вот всех остальных своих братьев и свою мать он посадил в тюрьму. И в конце концов он убил и Антигона тоже. И вся проблема, вы понимаете в чём, да, это вопрос, вдруг кто-то захочет мой престол. После его смерти, я сказал даты, да, его правления? Не сказал, да, значит, говорили. Как зовут этого? Сына Геркана. Ещё раз? Сына Геркана. Аристабул, да. Но он правил очень мало совсем, практически один год. Аристабул? Аристабул, да. И когда он был год? Что-что? Годы 104 и 103. Напоминаю, что это всё происходит до Рождества Христова, помните, да? Мы увидим. Значит, всего лишь один год он правил. Спасибо. 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 Он умер просто, да. Его никто не убил. И даже некоторые предполагают, что перед самой смертью, чувствуя, что приближается к нему смерть, он имел какое-то раскаяние за многие свои дела. И он завещал своей жене, не опасайся никого, ни фарисеев, ни противников, бойся лжецов, похожих на фарисеев, которые лишь блудят, да ещё требуют за это вознаграждение. Вот такое его было. Значит, после него... После Аристобула, значит, его место занял Александр Яная. Это 103-й год, 103-й, 76-й. Яная, да. Очень интересно, если вернуться к Аристобулу, я просто сейчас вспомнил, с ним была очень интересная история. Он настолько как бы боялся, что кто-то займёт его место. Ну, у него была, я вам сказал, помните, что у него особенные чувства были к своему старшему брату. Он его действительно любил. Вот. И он всячески как бы его отодвигал в сторону для того, чтобы тот никаким образом не претендовал на престол. Всё-таки он старший брат и так далее. Вот. Но возле него были люди постоянно, которые там ему, ну, шептали, что вот против тебя восстаю, там и так далее. Вот. И он решил, в общем, он не мог поверить до конца, и он сказал, напишите, значит, Аристобулу письмо, «Чтобы он явился ко мне, и вот если, значит, я, если он придёт вооружённый, то убейте его, ну, там запрятали себя убийцы, значит. Если он придёт без оружия, то тогда, значит, всё в порядке, он пришёл с миром, и вы его не трогаете». Письмо царя сделали таким образом, что написали, «Чтобы тот пришёл вооружённый в новых своих доспехах, которые тот недавно только заказал себе, сделал, что царь хочет на него посмотреть в этих новых доспехах». Естественно, когда он пришёл, его убили. И когда этот Аристобул, он начал болеть перед смертью, и у него, значит, пошла кровь, и там человек, который за ним прислуживал, он целый сосуд крови там, в общем, собрал. И вышел и вылил эту кровь. И вылил как раз её на место, там, где убили брата его. И все в ужасе начали кричать, что это какое-то особое знамение и так далее. И он, когда об этом услышал, то есть он после этого сразу умер. То есть он был переполнен такими чувствами. Значит, у него не было сыновей. И его вдова, её звали Шламид Александра, она, значит, освободила братьев этого Аристобула из тюрьмы. И старший из них, которого звали также Александр Янай, он, во-первых, вступил с ней в брак и объявил себя царём и первосвященником. Значит, он, я уже сказал далее, да? В 103-й год, 76-й год. Значит, этот прославился тем, что он торжественно распял 800 фарисеев. Был тоже достаточно кровожадный человек. Распял 800 фарисеев. Ситуация происходила такая, что когда появились вот эти два движения, саддуки и фарисеи, то они как бы всё время находились в таком противостоянии. И вот кто-то поддерживал, но чаще всего ближе к царям были саддуки, потому что это всё-таки была такая правящая, можно сказать, элита. И о фарисеи, они выступали как в действительности такие, ну, скажем, праведники, которые чтили закон, которые учили закон у других людей. И они открыто там заявляли о грехах царя и так далее. То есть это было постоянное противостояние. Вот в результате, значит, он распял 800 фарисеев. За свои 6 лет он уничтожил 50 тысяч человек. И это всё было сделано с подачи вот именно саддукиев, потому что в очередной раз они оклеветали фарисеев, что те против него там готовят какие-то плохие дела. И в итоге всё это разразилось кровавой бойней. В конце концов, он умер. И вот он перед смертью, так сказать, можно сказать, раскаялся в своих судебных делах. После него осталось два сына. Геркан II и Аристабул II. Это были внуки Геркана. Значит, после его смерти в 76-м году стала править его жена Соломея Александра. И она правила до 69-го года. 76-й, 69-й. Это периоды управления. Ну, что интересно, можно сказать, что, в принципе, это было впервые в истории Израиля. И, насколько я понимаю, это был первый и последний раз, чтобы женщина управляла страной. Вот. Значит, она назначила первосвященником своего старшего сына Геркана. Интересно, что о нём говорят, что он был человек честный, но очень слабовольный. Вот его младший брат Аристабул был такой более энергичный, деятельный человек, и было понятно, что он будет правителем. Но он очень был сильно связан с аддукеями. А сама царица уважала и почитала фарисеев. И поэтому она в своё время его отдалила от управления страны, как бы отстранила его в сторону. В результате, как я уже сказал, Геркан Второй был назначен первосвященником, она извинилась перед народом за смерть фарисеев и даже позволила фарисеям, чтобы они отомстили за смерть вот этих 800 евреев, 800 фарисеев. Это то, что произошло такое, особенно в её период времени. Аристабул, тот, которого она отстранила, её младший сын, он в итоге захватил власть. Это произошло в 1969 году, и он правил по 1963 году. Там было постоянное противостояние между Аристабулом и Герканом, то есть между этими двумя братьями. Было постоянное противостояние. Несмотря на то, что он был слабовольный человек, Геркан, но в то же самое время властвовать тоже хотелось. Поэтому у них было постоянное противостояние. Значит, в 1967 году Геркану даже удалось на короткое время править страной. Ну, потом в классе снова вернулся Аристабул. Там были постоянные такие вот сражения между ними, ну, происходили войны. Я буду опускать этот момент, хорошо? Пойдём дальше немножко. Значит, хотел бы, чтобы мы сделали несколько таких вот себе пометок в отношении именно, что же всё-таки, какое значение имело угнетение антиоха Эпифана и Маковейское восстание. То есть какой был результат этого всего, да? То есть бывают результаты плохие, но в данном случае здесь было и хорошее. Хорошие результаты тоже. Значит, какие были вообще результаты? Ну, первое — это сохранение нации от уничтожения. То есть в результате того, что антиох хотел сильно всё эллинизировать, да, и уничтожить веру, в результате этого еврейский народ противостоял этому, да, и он, наоборот, противостоя этому, ну, эллинизации этой и уничтожению веры своей, он, наоборот, сохранил нацию и, в конце концов, не рассеялся, не уничтожился, да, но, наоборот, он сохранил нацию и более определённо даже какие-то вещи выдвинулись наперёд в отношении поклонения Богу и так далее. То есть это стало даже более обширно, массово. Появились определённые правила и так далее. В то время это было хорошо, но потом это со временем стало нарастать. Правила на правила, заповедь на заповедь и так далее. Второе, что происходило, знаете, народ в этот период времени и впоследствии он достаточно был мужественен и был сильно такой выражен национализм. Сегодня, когда мы говорим национализм, это звучит, может быть, не очень хорошо, вот, да, но в то самое время это было, ну, именно хорошо, потому что народ таким образом был, во-первых, сплочён, во-вторых, очень важное место относилось к поклонению Богу. Вот. И сегодня я бы сказал бы, что здесь имеется в виду, знаете, вот, когда говорю именно об этом национализме, можно было бы перенести на наше время, это если бы, знаете, вот мы заявляли бы, что вот я украинец, ну, в плане не национальности, да, а как гражданин Украины, понимаете, да? И когда я бы заявлял бы с этим очень гордо. Понимаете, да, о чём я говорю? То есть это, вот, я был в Израиле, там участвовал в евангелизации, и вот, что меня особенно вдохновило, это то, что израильтяне сегодня, они заявляют о себе, я израильтянин, с таким определённым гордостью, во-вторых, они действительно, знаете, то есть, как это называется, кто мне подскажет, ну, когда люди за свою страну, патриоты, да, вот, вот, патриоты, что они действительно вот патриоты своей страны, понимаете, да? То есть я не знаю, вот украинцы так сегодня, ну, украинцы, я говорю, опять граждане Украины, будут ли они такими патриотами своей страны, то есть в таком отношении, то есть, что они готовы чем-то жертвовать для того, чтобы, знаете, там, как-то Украина поднималась, двигалась вперёд и так далее, то есть, вот, вот этот национализм, и вот это мужество, которое было в тот момент, да, после вот этих всех событий, оно именно говорило о том, что люди хотят, чтобы страна, знаете, двигалась, чтобы страна возрастала, чтобы в стране что-то происходило и так далее. И, конечно, в Израиле сегодня это ослабело дело, но всё-таки видно, что, знаете, люди идут в армию, и не потому, что им надо вот там пойти, а как-то вот они идут, потому что они считают, что это правильно там и так далее, то есть, многие вещи делают там. Есть те, которые тоже уезжают из страны, как бы ищут чего-то лучшего в другом месте, да, но многие рассуждают, что надо здесь поднимать страну, там и так далее. То есть, это достаточно серьёзное, как бы, заявление. Я думаю, нашей стране сегодня этого не хватает, ну, в том отношении, чтобы вот мы были такими, тоже патриотами. А? Ну, да, ну, я сейчас не в политике говорю. Значит, в это время, особенно тоже ярко появились, такие мессианские надежды в этих гонениях. То есть, когда происходили вот эти угнетения, гонения, да, то очень сильно ярко выражались мессианские надежды. Вновь и вновь поднимался вопрос, что вот Мессия придёт и будет освобождение. Значит, вот это вот противостояние фарисеев и саддукеев появилось тоже в это время. То есть, зарождение этих, скажем так, двух течений, двух партий. Знаете, что их называют по-разному. И их называют и сектой. В то же самое время их определяют как партиями, потому что, с одной стороны, это как бы вроде религиозной группы, с другой стороны, они действительно, как партии выступают, потому что у них есть свои какие-то определенные взгляды не только на религиозные вещи, но и на принцип жизни и так далее. И в это время происходило рассеяние иудеев в разной части мира. Помните, я говорил, что уже здесь в данном случае иудеи рассеивались не под гнётом, не потому что их куда-то брали, как бы переселяли, они рассеялись по той причине, что они искали уже просто лучшие жизни где-то в других местах. И вот 63-го года по 5-й год. Извините, не 5-й год. Значит, 63-го года Римской империи. Римская империя, то есть появляется на голове у евреев теперь Римская империя. До 63-го года евреи находились в определенной свободе. Никто ними там особо не командовал, не руководил, никто над ними не властвовал. Это была свобода. И вот 63-го года приходит Римская империя. Буквально вкратце о Римской империи. Значит, она основана в 753-м году до нашей эры. В 753-м. 343-е 290-е годы это было время, когда она преобразовалась в крупную итальянскую державу. с 280-го года империя росла за счет последовательных завоеваний, то есть постоянные войны, постоянный захват земель, и за счет этого империя росла. И она продолжала свой рост до 2-го столетия уже нашей эры. Ну, а сама империя просуществовала до 5-го века, то есть конкретно до 476-го года нашей эры уже. 476-го года. 486-го года. Римской империи нам, бывшим людям из Советского Союза, наверное, достаточно много известно, да, то есть или нет? Ну, в школе так и так, как-то у нас там по истории ну, в общем, несколько еще слов. Значит, Юлий Цезарь, просто личности, которые такие были особенно, как бы. Он был военачальником, наместником Галии. У него появилось желание, чтобы подчинить себе Сенат. Сенат – это орган, который управлял республикой. Что-что? Галии. Значит, он силой, силой захватил, можно сказать, всю власть и стал императором. В конце концов, Сенат восстал против него и сенаторы убили Цезаря в 48-м году. В результате было два человека, которые претендовали на власть. Это был Антоний и Октавиан. Значит, после смерти Цезаря Антоний, он был помощником императора и он управлял восточной частью, а Октавиан был родственником императора и он управлял западной частью. Вначале они объединились с целью противостоять республиканцам, тем, которые восстали против Цезаря. Вот. И они победили их. А потом они сражались уже друг с другом. и Октавиан победил Антония в 1931 году. После чего Сенат провозгласил его Августом. Август в переводе обозначало священным. Абгуст обозначает священным. Абгуст обозначает священным. Абгуст Делаем перерыв и потом продолжаем. Нет? А, извините, извините, извините. Да. Хорошо. Значит, управление. Как ну вот эта империя она управлялась. Значит, было центральное правительство. Потом были патриции, консулы, провинциальная власть, то есть власть в разных провинциях. И они были очень лояльны к религии. То есть все могли исповедовать свою религию. Они не предъявали на то, чтобы люди отказывались или народ отказывались от своих богов и так далее. Главное, чтобы все оставались в подчинении и платили вовремя дань. ваниль и так оставались с и по . Продолжение следует... 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 Ну вот интересно, что Геркан и Антипатер, они поддерживали Цезаря в победе в 48-м году, когда тот воевал, они участвовали в его сражении. Геркан был первосвященником и был этнархом, то есть правителем. Антипатер был только прокуратором, потом было такое еще имя Фазаил, он был правителем Иерусалима. И вот появляется Ирод, Ирод Великий, помните, да? На тот момент он был правителем Галилеи. И знаете, Цезарь, он вообще как бы своего рода, он выглядел как прямо благодетель, потому что когда они попали под его власть, то он не начал повышать налоги, как обычно это делал, он стал их понижать. Кроме того, он разрешил восстановить стены Иерусалима и сделал просто уникальную свободу религии. Поэтому евреи как бы в итоге оказались в очень хорошем положении, в принципе. Ну, с учетом того, что над ними кто-то стоял, да, что они были под властью Римской империи, но в то же самое время им сделали как бы нормальный такой вот уровень жизни, скажем так. Ну, хотя при всем при этом все равно появлялись различные недовольства по тем или другим причинам. И то там, то здесь пыхивали какие-то восстания. И вот Антипатор и Геркан, они все время следили за тем, чтобы никаких вот восстаний, никаких движений не было. Антипатор умер в 43-м году, и его сыновья, они продолжали следовать его порядкам, они следили также за тем, чтобы все было в хорошем состоянии. И Антоний в 41-м году, 41-го по 42-го, 41-го по 42-го, 41-го по 42-го год назначил тетрархами над евреями Фазаила и Ирода. Фазаил и Ирод стали тетрархами, их назначил Антоний. В 41-м году они были один год тетрархами. Над евреями. То есть они управляли вот частью этих территорий. А Геркан II так по-прежнему продолжал быть первосвященником. Антоний, мы только что говорили о нем, помните кто это, да? Это был помощник Цезаря, который после смерти Цезаря вместе с Октавианом управляли Римской империей, а потом Октавиан победил Антония, в конце концов. Сын Аристабула II, которого имя Антигон, он был из Хасмонейской династии, захватывает власть, и в этом ему помогает Египет. Это был с 40-го по 37-й год. Здесь очень были такие интересные события. Это были сражения, которые вёл Фазаил и Ирод. Они сражались с вот этим Антигоном постоянно там. И Фазаил покончил жизнь самоубийством. Знаете, по-разному это преподносят, и по-разному говорят, как он это сделал и так далее. Но большая версия, которая нравится и Иосифу Флавию, это то, что он мужественно покончил действительно жизнь самоубийством, для того, чтобы не попасть в руки к врагу, и для того, чтобы с помощью его не могли шантажировать Ирода. Ирод в этот период времени сбежал в Рим. И когда он прибыл в Рим, то Сенат провозгласил его царём над Евреями. После чего Ирод отправился назад сюда, в Израиль, для того, чтобы получить ту власть, которую ему уже дали. И Ирод, он ещё не великий на этот момент, но мы уже знаем его как великого впоследствии, он с помощью Антония и сирийского правительства возвращается в эти земли, которые называют Палестиной, это Самария, Иудея, и захватывает власть, укрепляет своё царство, которое было разрушено Парфианами в 1937 году. И вот с этого момента Ирод начинает правление. И он с этого момента правит 33 года. Ирод правил с 1937 года, именно уже как царь над евреями, правил с 1937 года по 4 год нашей эры. Отцом Ирода был Антипатр, и он женился на Арабке, которой имя было Кипра. И у него было 4 сына. Фазеэль, Ирод, Иосиф и Ферора. И ещё одна дочь Соломии. Фазеэль умер, и вот Ирод стал здесь правителем. Ирод всё своё время, он был в хороших отношениях и с самим Цезарем, и потом с Антонием, и с Октавианом. Они очень долго, особенно поддерживали хорошие отношения с Антонием. Ирод постоянно поддерживал Антонием. Ирод потом, которые были у Ирода с Антонием, это тот момент, когда Антоний влюбился в кого? Клеопатру. Клеопатру, совершенно верно. У Клеопатры было огромное желание расширить своё влияние, и она хотела всё больше территорий и так далее. И она хотела некоторые территории, которые принадлежали Ироду. И Антоний уважал Ирода. Он уважал Ирода, потому что Ирод был хорошим полководцем. Он уважал его как военного, как правителя уважал его. И он считал его даже своим, можно сказать, почти другом. И он не хотел с ним портить отношения. Но Клеопатра она давила. Если любишь, давай. В итоге он потеснил Ирода. Интересно, что впоследствии Ирод помог ему в некоторых сражениях, вне зависимости от того, что тот по отношению к нему так поступил. Но в конце концов, когда Октавиан одержал победу над Антонием, Ирод не успел помочь Антонию. У него были проблемы у самого среди евреев. Он поспешил на помощь, но он опоздал. Антоний уже одержал, ну в смысле был поражен. Октавиан одержал победу. Ирод явился к Октавиану. Он пришел как простой человек, был одет очень просто. И говорил с Октавианом и сказал ему, что я был всегда предан Антонию. Антоний очень помогал мне. И я спешил, чтобы помочь Антонию в сражении с тобой. В конце концов, они поговорили. И Октавиан оценил и преданность Ирода по отношению к Антонию, и честность его как бы в этом разговоре. И он сказал, возвращайся и продолжай быть правителем, чтобы мы могли иметь с тобой такие же хорошие отношения. Ирод вернулся назад и продолжал царствовать над евреями. Давайте сделаем перерыв.